что ребята всем привет сегодня у нас суббота рабочая неделя закончилась очень захотелось съездить куда-нибудь и что-нибудь поискать железо у нас конечно не покопать но можно походить по заброшкам заброшки у нас никто не отменял добрался в общем я до деревни деревня заброшенная глубоко очень находится 3 километра пешком шлепал но до этого там хорошо лесовозы дорогу себе сделали там машину оставил и оттуда пешочком самом доме страшный бардак все заброшено все это дело ленты от магнитофона старого бобинки сейчас пойдем о куча куча проводов вообще ребята куча проводов кто-то видимо тут коллекционировал что тут эта сталь медь алюминий все в куче а старая стиралка поди еще и живая тем так это чё это у нас печка духовка электрическая запчасти газовый баллон все так и брошено это часть от двигателя не помню как этот двигатель назывался что за моделька только если кто помнит напишите в комментариях бутылка четверть колесо старая от велосипеда это еще даже не от велосипеда это от газончика или как он называется сумки всякие это у нас это у нас срезка для травы обычно курицам секли всякую траву в ней такая вот с половиной бревна высечена сделано там голова от двигателя о лубня по-моему так называется еще одна прикольно канистра 20 литровая железная старая банки склянки всякие куча железа еще одна бутылка ребята чё нашел ребята кто знает что это а я вам скажу это ребята змеевик от самогонного аппарата хозяин видимо самогончик себе гнал шикарно а вон и крышка доставать не буду вот она лежит эта крышка от скороварки обычно из него в деревнях и делали самогонные аппараты класс самогонщик дом самогонщика так и назовем видосик значит бутылки эти как раз получается под это ну-ка там что бутылки наверное как раз под брагу здоровые эти вот а там походу вот еще брагой стоит в бутылках провода куча всего так тут получается скотник был сейчас зайдем посмотрим что тут есть лавки куча шматья ларь здоровенный с вещами много много вещей тяпки грабли все это брошено о еще одно колесо от этого от газончика наверно да дрова напилены все так и брошено топорище что-то кто-то уголь сюда вытряхивал это что такое а это от дивана боковина диваны были такие красивые пружины пружинистые или пружинные как правильно назвать то это у нас получается сервант ножик патроны видимо охотники сюда захаживают о ребята санки санки патроны вот это вот находочка вот это старая вещь это если я не ошибаюсь туесок или как то так он назывался в общем получается рюкзак из бересты плетеный такой вот такая интересная красивая находка сейчас уже таких не осталось да и никто наверное их делать не будет потому что у нас такое что-то тут носилки какие-то лопаты куча вещей брошенных блин ребята сегодня прямо день находок видно не видно не видно велосипед ребята урал офигеть вот это находка велосипед урал старый ну как старый не старый не гнило еще даже с фарой с динамкой стояли ставили раньше вот такие вот динамки да и сейчас их можно даже найти офигенная штука цеплялась за колесо выдавала электроток как динамо машина и поступало все это дело на фару и она светила можно было ночью ездить там вот бочки капки под воду вот здесь у нас веранда получается сбоку куча вещей накиданных еще одна печка стоит так веранда это у нас что сито ломаные какое-то приспособление какие-то странные приспособления не знаю даже что это первый раз такое вижу друг с дружкой по ходу как-то сцеплялись так веранда стул блок питания здоровянная телевизора еще один блок питания корзины корзина неплохая как это они называются-то колхозница плетение плетение тип колхозницы с таким вот дном еще одна корзина ну и тоже соответственно колхозница еще одна печка видимо кто-то очень любил здесь пироги в таких печках печь электрообогреватель висит иконная упряжь рядом с ней ребята ребята видите швейная машинка старая не старая волга она электрическая это наверное первые еще электрические швейные машинки модель 3К зил модель 3К офигенно кто-то ее видимо доставал может я вообще не первый здесь это педалька я так понял от этой же машинки вот это да во первых сито ну сито это понятно но вот это вот находка так находка рубанок для дерева цельный с ручкой старинный здоровенный специально для прогона досок вот это да мастеровой здесь видимо человек жил и еще рубанки и еще один рубанок и еще один тоже рубанок все хорошие вот это да вот это находочки электросчетчик это наверное ручка как раз от рубанка да нет нет еще один рубанок но уже без ножей еще там один рубанок просто море море рубанков этот тоже прогонный длинный рубанок для досок старый телевизор кинескопы ну и тут походу все какой-то ящичек интересный ящик с посудой советской это если не ошибаюсь то как то она называется то забыл креманка вот вспомнил рюмка какая красивая смотрите из желтого стекла еще есть такие еще одна такая же одна из зеленого стекла но они все без надписей без всего непонятно что это такое еще одна из зеленого стекла коньячница если не ошибаюсь так их называли коньячные стаканчики две штуки такие вот ну а это все уже советы такие поздние такие я уже видал даже с такими работал попадались они мне на производствах такие вот попадались тоже ну это ничего такого особо ценного они себя не представляют все все желтенькие вообще очень красивые так а тут получается сеновал сеновал и подволок запчасти велосипедные это что такое одежда для пчеловода такая интересная черт нифига себе лампочка первый раз такую вижу ну скорее всего это от машины хотя она на 220 вольт ребята кто знает напишите отчего такая лампочка где такая использовалась первый раз просто такую вижу ого это что такое так это лампочки провода старая советская гирлянда ребята старая советская гирлянда с лампочками возможно даже еще и рабочая вот это да о тонус 2 нифига себе это у нас получается советский массажер вот такой вот нифига себе вот эта техника честно ребята первый раз такое я вижу интересно вообще рабочий или не рабочий романтика косметический прибор получается для предохранения кожи и лица от преждевременного старения вот такая вот фигня это я так понимаю от нее и вот это я так понимаю она и есть не знаю как это работает что это такое представить даже не могу сундуки с вещами не полезу не хочу еще один сундук все это промокло слиплось ладно пойдем дальше так давайте-ка залезем на подволок посмотрим туда обычно много всего скидывали интересного о керосинка старая керосинка в хорошем состоянии в хорошем состоянии краска только немножко пошуркалась конкретно сеновал так тут пока ничего интересного аромат велосипеда валяется знаю наверно не видно далеко больно темно до ключик трещотка старая куча куча запчастей по всей видимости от магнитофона раз уж тут кассеты так наверное рулят велосипеда сидение где сам велосипед а вот и сам велосипед багажник валяется косах это у нас литовка получается она вообще новая ребят еще даже этот шильдик не отпал бумажный велосипед даже не один как велосипед рама две рамы от велосипеда лежат лучше показать куча стекла куча всяких мелочевочек да монет конечно здесь куча проводов он лежит монет конечно здесь не поискать но зато вот как видите много всего интересного как-то все отдельно отложено куча вещей куча проводов вот это очень интересная находка ребята это очень интересная находка это ребята деревянные сани офигенно деревянные сани это что-то с чем-то вот так вот они выглядели самодельные конечно же ну понятно я здесь столько рубанков нашел грех бы самому не делать такие вещи по идее бы должно быть больше всякого всяких изделий из дерева так это у нас получается мост у нас куча банок склянок что тут у нас тут тоже самое о ребята газовая плита вот стоит пожалуйста еще один рубанок и бензопила дружба 4м электрон вот такая вот так тут у нас что такое карбюратор для бензопилы карбюратор для бензопилы запчасти всякие разненькие ага еще один карбюратор инструкция дружба 4а электрон бензопильные бензиномоторные пилы блин вытягивать ее ребят не охота но я думаю и так кто постарше точно знают что это такое ну а кто помладше ну вам не повезло нет повезло вот такая вот бензопила была а получается двигатель который там сарая валяется как раз от бензопилы я думал от газончика нет от бензопилы такая вот интересная старая первые пилы получается но я их навидался в свое время море это у нас получается из-за синого корня плетение суб смотрите какой вообще бревно прям как новое тут все брошено все оставлено старая печка фонари блин садятся ничего уже не видно видно что печное вон еще есть кровати по всей видимости не знаю не очень давно тут человек умер телевизор старый какой-то старый советский номер старое зеркало ладно сейчас немножко пороюсь фонари выключу пока а то совсем разрядится если что интересно попадется включу покажу итак ребята немножко поползал вот что удалось найти в общем три пяти копеечные монеты одна 1991 года и две шестьдесят первого года на печке валялись потом перо для для чернил такое вот советское таким еще даже я немножко успел пописать попробовать потом весы пятикилограммовые интересные такие вот в рабочем состоянии бытовые советские нашел фонарь тоже в хорошем состоянии вообще в отличном не особо я в них разбираюсь но фонарь фонарь есть фонарь советский и удалось найти еще тоже на печке лежала икона с рамкой икона это святая мученица Татьяна святой апостол Андрей первозданный вот такая вот икона красивая но как мы видим оголовьев нету икона красивая очень монетки все таки удалось мне здесь найти хорошо а вот значок я никак найти не могу хочу найти какой-нибудь советский значок но к сожалению ничего не попадается сходим сейчас в следующий дом может быть здесь еще немножечко похожу хочется значок поискать все равно должен где-то какой-то быть все до включения ребята сейчас вот тут собирался уже выходить смотрю из под уголка торчит из под мешка точнее торчит вот такая вот фотография советская эротика капец обязательно себе заберу сделаю повешу на стену нет конечно же не повешу у меня дома дети маленькие но офигеть вот это находочка прямо шикарная так ребята собрался выходим сейчас ко второму дому дом самогонщика крайне интересен оказался много очень находок сейчас вот там вот стоит второй дом посмотрим есть ли что-нибудь там вперед вот сугробы нас ждут еще один дом но этот совсем уже заброшенный походу внутри даже ничего и нет все разрушено и печка еле-еле стоит страшно сюда идти вообще опасно ну и по сути здесь ничего нету все выгребено вообще под ноль старая деревянная ферма обвалилась уже вся а а вот была третья деревня сейчас до нее дойду посмотрю но тоже походу все уже тут дома уже йог дошел еще до одного дома ребята ну тоже все уже разрушен весь но следов от зайцев это вообще тут прямо все испахано прямо они тут видимо веселились и в доме вон бегают везде как у себя дома в общем домой к себе пришли что ребята внутри дома уже все обвалилось крыша там тоже уже вся провалилась лезть туда страшно одни коньки стоят на коньках еще и пара тонн снега у меня как бы нет задачи быть на своих похоронах единственным кто не плачет и одетым в версачи поэтому внутрь я не полезу нафиг надо ну а вам всем привет подписывайтесь на канал ставьте лайк и до новых встреч